здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем проходить игрушечку там вас был один мы путешествуем с нашим новым знакомым по-прежнему меня прям убивает движок этой игры в прямом смысле просто убивает что-то прям не идет что-то прям не могу нормально распрыгаться но ничего ничего не будем отчаиваться да у нас рано или поздно получится я не знаю почему мне так доставляет использовать его в виде ступеньки это работает джеймс неохотно помогал томаса попасть каждому порталу он знал что когда-нибудь они найдут остальных и тогда он снова станет странным он решил наслаждаться оставшимся временем ну я все равно не понимаю почему мы должны его считать странным ну есть у него некоторые причуды но подумаешь он зеленый конце концов бывает и более странные фрики но конечно да пока томас свойственные мод манере относится как бы относится к нему довольно нормально так а он просто не допрыгнет да он просто допрыгнет так Почему Томас вообще хотел быть с Джеймсом? Неужели его не отталкивал его странный цвет? Ну и что, ну подумаешь, не расист просто. В конце концов, главное, чтобы человек был хороший. Неужели его не волновали инверсии? Неужели его не волновали инверсии? А оно надо вот так? Я не уверен. Это, наверное, надо, чтобы Джеймс смог вот тут запрыгнуть. Джеймс веселился впервые за долгое время. А, погодь. Понятно, надо будет его все равно возвращать. И надо как-то двоим сюда попасть. А что-то у нас давненько не было черных квадратов. Даже как подозрительно. А еще, насколько я понимаю, мы можем просто на месте. подпрыгивать. Так. Ага. Наверно, как-то так был задуман тот уровень, который я прошел, не взаимодействуя с ним. Самосознание. Широко используемое понятие, и многие считают, что Томас обладал им самосознанием. Если смотреть логи, больше похоже на то, что самосознание возникло примерно во время подключения к интернету. Сара откинула назад свою мудреную голову и рассмеялась. Ха-ха-ха. Судя по всему, все четырехгольники искали своего друга. Какая никчемная цель. Сара. Это, знаете, мелкая выпендривающаяся козява. Как собачка чихуя. Нихуя. Которая. Такая. Ха-ха. Вы и все. Мечта ужасного здесь. Прикольно. Ага. Так. А у нее какие способности? У нее двойной прыжок есть. Ммм. Окей. Она заговорила терминами, надеясь, что они вообще смогут ее понять. Из фонтана мудрости. Канала, через который проходят все данные. зазмайка такая, да? Типа я тут самая умная. Так. Кубик. Где второй прыжок? Вот где? Где? Где вот он? Почему его не было, когда я его нажимал? Может тут еще кубик где-то? Сара могла прыгать. в самом воздухе. Она была словно орел. Ну или блоха. Точнее скорее как орел. Она давным-давно дала хуля тому, что познает этот мир. Познает то, каким он был раньше. Что она, Сара, сумеет его покинуть. Ладно. Красный, мудро говорящий для меньшего, предложил Саре их помощь, если она при этом поможет им спасти друзей. Она сказала, что тоже думает о секретах мира и с радостью с ними пойдет. Короче. Сара поражалась его глупости, но принял его помощь. Это, я так понимаю, больше не сдвинется. Сара гадала, какие возможности. есть во внешнем мире. Она слышала легенды о третьем измерении. Возможно, она встречала одну из кривых, о которых говорил. слепой квадрат. Ладно, тут какие-то местные слепые квадраты есть. «Всего один прыжок?» «Всего один прыжок?» Это были воистину слабые существа, и они обладали сердцем. Сара могла обдумать и взять их с собой, если они не против. И они наверняка были не против. «Чё за промтовские переводы?» «Вот так тяжело читать, а?» «Неужели нельзя по-человечьему перевести?» «Всего один прыжок?» «Ну вот, да?» короче надменная стервозина да потому что ну типа лучше лучше чем они умеют прыгать в два раза но дохрена умная ладно они были все близко сара ощущала присутствие фонтана всего один портал и она получит знания а затем искать побег а а а и а и 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 но не очень получается так погоди он должен как-то залетать а то давай отсюда а тут не хватает высоты потому что кто-то очень низенький хорошо тогда по-другому да мне что-то прям подсказывает что так мы и должны спуститься от фонтан знаний дома смотрел на сияющий луч теперь его список казался совсем никчемным это это было все знание прямо перед ним а в чем подвох ему положили что сара не могла тоже войти в него он поднимал что это не нравится по крикам и воплим если она не могла а ну она там не пройдет внизу вода ладно но бывает бывает жизнь горки не что ж томас был подключен температу 12 секунд и он видел все он видел кошек и умеющий говорить он слышал стрелу пронзающего колено он чувствовал что есть нечто под названием торт но это ложь это сразу прям отсылки порталу да простреленному колену хорошо хорошо торт который ложь но можно пока верхнюю нажать вот уже что и вот и и и и и Томас знал, где они находятся. Он знал, что нужно делать. Он надеялся, что остальные поймут. Они были прямо за следующим порталом. Хорошо. Найдем, расскажем. Как это подло. Приятно осознавать, что в первую очередь разумный и проявил самоотверженность. Архитекторы знали свою судьбу и все равно позволили нам начать побег. Райан, искусственный интеллект, борец за гражданские права. Томас знал, что они не могут сбежать. Они были заточены навсегда с того момента, как их съело облако. Он объяснил это остальным, и их реакцию невозможно было описать словами. Все-таки они были просто прямоугольниками. Мы их из тюрьмы, типа, освобождаем, да? Ну да. Ну да. Во-первых, мне абсолютно непонятно, почему у меня звуки наложены друг на друга, две мелодии. Ну ладно. Может так надо. Продолжение следует. 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 Сара была расстроена. Она не сумела даже приблизиться к фонтану. По серьёзному виду Томаса она поняла, что полученная им информация невероятно важна. Сара знала, что теперь ей суждено помогать ему. По сути их тут надо просто поставить в их места и они смогут выбраться. Так, ну козявка сама допрыгнет на своё место. Томас с некоторой помощью, но по-моему тоже сможет. У нас могут внизу остаться Крис, могут остаться Лейла или как её это. Я пока не могу придумать, как закинуть Бетти. Блин, Бетти, ну не Бетти, ну вы поняли. Уж козявка сама на своё место припрыгивает, это не проблема. А вот Бетти чуть-чуть не хватает. Ну это в принципе поправимо. Продолжение следует... Продолжение следует... пока ладно пока плывем не могла согласиться с тем что все это бесполезно она была супергероем должен же быть какой-то способ не для того чтобы выбралась она красный четко это объяснить куда могут быть тысячи других и не ведущих об их положении если способ помочь им я так понимаю у них все получится потому что там был борец за права который вообще которого вы в игре не видели да поэтому я думаю что у них все получится впрочем посмотрим а вот это я даже не знаю как преодолеть наверно кнопка опустят ну да ожидаемо томас привел друзей к матрицу создания системе которая генерировала мир и сверху у него был план он переделает этот мир штука вот это именно это сделали люди они изменили мир под себя почему же они не могут поступить также все это за хрена вот это я наверно надо будет собой тащить ну естественно а и и Давай, залезай Давай, залезай Крис сомневался Он знал, что его умения теперь бесполезны для всех Но Лаура улыбнулась ему И он тут же понял, что должен сделать все возможное, чтобы помочь им туда попасть Так Так, так Так, ну вот, можем вводные процедуры отправить Делать Этих мы еще пока не открыли Тебе еще пока рано Да, тут смотрите Тут у каждого есть какое-то дело, кроме как у Криса Крис здесь получается бесполезный Ну, впрочем, как и почти всю игру Конечно, станешь тут сварливым вредным квадратом Цвета детской неожиданности А, че, это не протискивается, да? А, че, это не протискивается, да? Ну ладно Лаура с рождения была особенной Теперь она это поняла Она была создана помогать другим И если ее отскок можно передать, то это того стоит Да, пожалуй Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, просто бывает местами залипателя. Томасу нравятся идеи быть архитектором, он хотел изменить мир, чтобы помочь другим, его тошнило от надуманных пространств, намеренно бестолковых путей и загадок. Он все сделал по-другому, он даст и наверху, он создаст и в реальном мире, то есть искусственный интеллект сейчас пытается стать человеком, чтобы создать искусственный интеллект в мире человеков. Странно, но мне не нравится, как поменялся его характер после знакомства с интернетом, он стал каким-то не таким жизнерадостным, как был до этого. Ладно, друзья, давайте вот эту еще, наверное, решим. И на этом серию закончим. Мне вот нравится в целом то, что происходит. Это довольно интересно. Я еще думаю, что система должна начать себя как-то защищать против бунта квадратов, так что думаю дальше будет. дальше что-то еще будет. Ну и пожалуй на этом закончим. Большое спасибо за внимание, подписывайтесь, комментируйте, ставьте ваши отсеточки, рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова